Мы с вами сегодня вместе проводим это чудесное утро. Можно пить кофе и готовить завтрак. Сегодня у нас с вами гречка. Гречка. Ну, просто гречка. 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 Гречку. Самая лучшая гречка в мире. На самом деле, это не весь мой завтрак, я не много. Супер кофе. Доброе утречко. Не знаю, что, как представляет из себя ваш бутильник, но мой бутильник делает мне лапой. Вот так. Ушел. Итак, мы с вами сегодня вместе проводим это чудесное утро. И первое, что нужно сделать, первое, что Елена Александровна делает. Елена Александровна по утрам пьет очень много воды лимоном и лаймом. Вот вода. Вот лаймы. Супер просто. Я не знаю, сколько здесь. Наверное, пол-литра. Я пью очень кислую воду, но вы подумайте, может, вам она такая кислая или не нужна. Хотя бы просто воды дофига сразу выпить, а у вас совершенно по-другому день складывается. Чпил. Я подумала, что можно же выпить сразу пол-литра или литр с утра. И тогда меньше мороки, меньше надо будет пить в течение дня. Ну и вот, поехали. Мой домашний лимонад полный витамина С готов. Чтобы вы понимали, это знаменитый джок. Мне придется все это выпить. Устала. Финал. Теперь совсем другое дело. Во-первых, я израсходовала запас кислого выражения лица на один. Таким настроением у меня будет супер круто. Во-вторых, это реально работает. Хороший сон витамин С. Иммунитет. Зашипись. Энергии много, сил много, болт с красивой, кожа светится. В общем, все супер будет. Можно пить кофе! Итак, лучшая часть утра – это первая чашка кофе. Он как ритуал какой-то. Ну и, конечно, утренний кофе должен быть из красивой чашки. Версачество собираю в сервиз. Многие из вас уже это знают. Пока каждый свой сервиз на 12 персон не соберу, не успокоюсь. У меня с завтраками вот такие дела. То завтраки становятся гречневыми. Могу предложить вам, я не знаю, я могу книгу написать. Это 100 способов приготовить быстро гречку классную. А иногда у меня бывает сезон яиц. И я начинаю всякие омлеты делать, пашоты, которые, кстати, я очень мастерски умею сворачивать. Но вот сейчас мне, короче, не сезон яиц. Мне прям что-то совсем не хочется. Я прям представлю ей яичницу. И так прям нет. Сегодня у нас с вами, друзья мои, гречка. Я ее чуть-чуть промою. Я как научилась гречку варить, что воды должно быть на одну фалангу пальчика больше, чем гречки. Так до сих пор это и делаю. Поэтому добавляю воду питьевую, а не из-под крана. Потому что вода выпаривается и полностью остается всем своим составом на гречке. Поэтому она должна быть хорошая. Вот, видите, одна. Даже вот у меня здесь меньше, чем фаланга пальца. Потому что я люблю, чтобы гречка была такая достаточно жесткая. Вот она сейчас с водичкой закипит, выпарится и будет прям идеальной. А пока мне надо кое-что для нее еще подготовить. Как вы думаете, что это должно быть? Это сыр! Вот сыр. Пармезан. Здравствуйте, кусочек. Можно исследовать, что Елена Александровна лежит в холодильнике, живет, чем питаются бьюти-эксперты. Масками для лица. Вот доктор Жартик, кстати, вот эту надо сделать будет сейчас. Что у нас здесь лежит? Вести лодер любимая. Вот она, холодненькая, прям, это с фольгой маска. Самый раз. Патчи Блум. Что еще здесь? Глэм Глоу. Бутылка Майот. Еще бутылочка шампанского вина одного ждут своего часа, чтобы что-нибудь отметить. Мои всякие лакта-штучки. Баночки, которые я обожаю покупать в аэропорту. Когда улетаю из Франции, вот, пожалуйста, луковый конфитюр. Горчица с трюфелем. Песто. Это оливковый пенат. Петрушка. Спаржа. Здесь мистер Кота, кстати, надо покормить. Сейчас будет его вкусностями. Здесь я сварила сельдерей, выглядит неважно. Это корень сельдерея сваренный. Мне надо сделать из него пюре. И к моей рыбе будет гарнир. Некий термостатный варенец. Вот было у меня тут желание купить. Артишоки, сельдерей. И достаточно зеленого у меня здесь. Кокурец. Полное исследование будет. Фенхель, брокколи, кабачки, морковь. Шоколадка детектив. Это гилд теплая же, честно. Мясо. Мясо, суп или любой какой-то соевый продукт белковый. У меня всегда есть. Какая-то аэропортная трюфельная колбаса, которую я тоже не ем. Кефир. Кефир обязательно в моем холодильнике. Вот его вы всегда встретите. Это, кстати, в принципе, был стандартный набор. У меня невозможно встретить молоко. У меня всегда очень много зеленых овощей. Я варю из них суп, я их готовлю. На гриле я их парю, варю. У меня невозможно встретить помидоры, потому что я их просто не ем. Мистер Кот, привет! Красный перец. Это не связано с цветом, это просто такое совпадение. Сыр. Надо натереть. У нас сегодня гречка с пармезаном. Это, кстати, один из стандартнейших моих завтраков, потому что очень быстро и очень полезно. Судра небольшой кусочек сыра, даст вам очень много энергии. Как я уже сказала, невозможно представить, чтобы я ела из некрасивой посуды. Чуть-чуть сыр добавляем и ждем, пока гречка приготовится. Готова наша гречка. Добро пожаловать в мою тарелку. И все остальное сюда. И не надо солить гречку, не надо добавлять сюда никакое масло. Ну вот трюпельное можно чуть-чуть. И то, видите, одна капелька для аромата. Это берем, это берем. И мы с вами вместе с гречкой идем завтракать куда? Конечно же, в гостиную. Потому что в гостиной красиво. И в гостиной классно настраиваться на новый день. Просыпаюсь я где-то в 7.38. Я вот долго здесь сижу на своем любимом месте. Долго завтракаю. Блин, какая гречка получилась клевая. Просто идеальная. Самая лучшая гречка в мире. В общем, я здесь долго завтракаю. Планирую день. Думаю. Снимаю видео, как все мы можем заметить. На самом деле, это не весь мой завтрак. Я ем много. Если кто думает, что я ем как принцесса, две пушинки, ничего подобного. Потому что я энергии трачу очень-очень много. Соответственно, потреблять мне ее необходимо тоже много. Но я просто ем очень много овощей, поэтому их дофига. Завтракаю тоже много. И, если честно, дважды. Вот сейчас с гречком. Сегодня с пармезаном. И так еще есть очень много версий. Допью свою вот эту чашечку кофе. А потом привезут свежий хлеб. Сделаю себе еще несколько сэндвичей с укрытцом. Свежий хлеб гречишный. Я, как вы поняли, уже за гречку выступаю. Курпа гречневая, хлеб гречневый. Я такой хлеб, который хлебный, пшеничный, я его не ем. Моему организму так комфортнее. Я, конечно, не могу сказать, что я глютен интелерант. Но без него мне как-то лучше. И я оставляю всегда себе возможность сожрать пиццу. Джанк-фуд какой-нибудь. Для того, чтобы у меня была возможность всего съесть, мне нужно в повседневной жизни снизить потребление глютена и всего такого до минимума. На самом деле, вот это утреннее время, это самое важное время, которое вы можете посвятить себе. И не надо планировать делать в этот час или полтора что-то особенное. Не надо думать, что вы за этот час, не знаю, мир перевернете и собретете что-то. Нет, это просто время для того, чтобы вы побыли наедине с собой. Но на самом деле, вот это утреннее время с собой очень легко встроить в свою графику. Просто вы же знаете, во сколько вам надо выходить. Вы знаете, сколько времени вам нужно на сборы. И вы просто просыпаетесь на час раньше. На самом деле, это финальный час, он вам толку никакого не даст. А утреннее время надо использовать для долгого завтрака, потому что очень много мыслишек вчерашних додумывается, раскладывается по полочкам. Второе, мы все время в спешке, и нам периодически надо просто сидеть и созерцать. Я вот просто сижу, смотрю в окно, там солнце над арбатом красивое. На цветочки смотрю, думаю, ой, надо тюрпаны купить. Вот. И ко второй чашке кофе я начинаю читать. Это единственное время в сутках, когда можно читать. Я читаю либо в самолетах, либо в поездах, в которых очень редко оказываюсь. И то там все время все отвлекает. Дома с утра это просто настоящий читальный зал. А еще я смотрю сериалы по утрам. Сейчас я, например, в 45-й раз смотрю теорию большого взрыва, потому что все остальное интересующее меня на Netflix я уже посмотрела. Смотрю теорию большого взрыва на английском. И это, во-первых, классно тренирует язык. А во-вторых, это веселит меня по утрам. Обожаю. А пока время шоколадки. Давай за трюки. Ты фантик хочешь? Ну, что делать? Боже, я никогда не видел такую потрясающую шоколадку. Ну что, как все утро проходит? Как ты мячик свой погонял? Мистер Кот, ты аккуратней давай. Дорогие друзья, хлеб приехал. Поэтому у меня небольшие брускетки. Мистер Кот очень любит артишоки, поэтому он тут же прискакал, естественно. Итак, бутербродик с огурцом, бутербродик с артишоком. Огурчик просто нарезанный и просто немножко посыпанный свежим молотом перцем. И ничего больше. Ни масла, никаких там творожных сыров, еще каких-то мозилок. Nothing. Кусочек хлеба и огурчик нарезанный. Огурчик без кожицы, потому что лучше ее удалять. Артишоки на гриле в масле, который я покупаю у просто чудо-тетечки моей любимой на Усачевском рынке. Идеально. Просто идеально. С вашего позволения, мне надо посмотреть следующую серию теории большого взрыва и постепенно начать собираться. Маски сейчас начнут налипать на лицо. В душ пойдем голову мыть. Мое долгое утро только началось и вообще-то еще очень рано. Спасибо большое, что со мной позавтракали. Не ходите там и проводите утро с пользой. Есть повод намазать на себя какую-нибудь новую маску и попробовать все-таки спокойно научиться рисовать себе стрелки или шмоки. Или новый трендовый макияж по урокам Елены Крыгиной. Важно, как вы провели первый час своего нового дня. Если вы провели его круто и посвятили его исключительно себе, то, ребят, поверьте, у вас весь день будет эффективный. Вы будете чувствовать себя классно, спокойно, в балансе, как все сейчас хотят и без паники. Вот, всех целую, всем хорошей рабочей недели, хорошего дня. Я буду снимать все вот эти вот лайфстайл-видео только по запросам. И если у вас есть вопросы, что вам записать, то вы их задавайте здесь в комментариях, либо в комментариях в инстаграме собака Елены Крыгина. Обязательно подпишитесь. В общем, я жду вам доброго утра, солнечного настроения и пока!